Формальдегид, сероводород, фенол, диоксид азота, диоксид серы – все это только часть вредных веществ, которые содержатся в воздухе нашего города. Некоторые из этих соединений можно встретить и в табачном дыме. И хоть в десятку самых загрязненных городов России Рязань не входит, экологическая обстановка оставляет желать лучшего. Министерством здравоохранения разработаны и приняты нормы ПДК – предельно допустимой концентрации вредных веществ, содержащихся в воздухе. И если хоть один из элементов превышает норму, то он оказывает негативное воздействие на организм. Уровень загрязнения атмосферного воздуха в июне месяце консультировался как высокий. Регистрировалось превышение предельно допустимой концентрации по сероводороду, фенолу, сероуглероду, взвешенным веществам. Наиболее часто регистрировалось превышение ПДК микро-инестраитель. И в течение месяца регистрировались два случая, были зафиксированы превышение ПДК по сероводороду выше пяти ПДК. Забор воздуха на проверку осуществляется на четырех стационарных постах. Располагаются они на улице Горького, в микрорайонах Приокский и Строитель, а также в Сысоево. За июнь лаборатория проанализировала более двух тысяч проб воздуха по девяти ингредиентам. Уровень загрязнения оценили как высокий. Чаще всего превышение ПДК по сероводороду фиксируется именно в строителе. По словам специалистов, причина такого загрязнения воздуха – это антропогенные факторы. То есть выхлопные газоавтомобили, выбросы различных заводов и станций теплоэлектростанции и котельные. К сожалению, превышение ПДК в нашем городе фиксируется, если не часто, то с завидной периодичностью. Вопрос только в том, можно ли где-то подышать свежим воздухом, когда это так необходимо. Вот тут нашему городу есть чем похвастаться. Недавно же поставлен на кадастровый учет зеленый пояс. Зеленый пояс Рязани – это наше большое достижение. 68 тысяч гектар, 1200 участков, 1200 с хвостиком, не помню точную цифру. Это зеленый пояс. Вот смотрите, зеленые, все, что вот этим цветом, это зеленые зоны, это наши легкие, это наша экология. Рязань стала первым городом, который принял и поставил его на кадастровый учет. По словам Евгения Рыбакова, зеленый пояс нашего города – самый большой в России. Такое действие поможет защитить леса и скверы от застройки. Все участки на официальном уровне будут переведены в парки, то есть строительство на них будет запрещено. К сожалению, обычно активистам приходится их отстаивать. Например, в прошлом году дубовую рощу из 1200 деревьев перевели в зону застройки. Защитить деревья удалось, но только это одна из многих побед. Евгений Рыбаков также отметил, что парков, к сожалению, в городе становится меньше. Однако есть и обратная тенденция – стали появляться небольшие скверы. Так что свежий воздух в Рязани найти можно. Вот только для этого придется выбираться в парки и скверы. Валерий Седов, Станислав Кудряшов. Телекомпания «Город». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова